это такой вот домик сейчас наберу заказчику дмитрию меня запустит сюда необычный дом так и не скажешь что пиковский набрал сейчас говорит открою адрес тут смольная 21 а смотрю алюминиевые эти балкончики у них вот значит мы там там где клён шумы над речной волной вот это наш первый подъезд мест напрочь нет хоть и закрытая территория но вот она мое местечко есть только нам надо развернуться другой стороной пятиэтажки здесь по соседству он одну сносят без окон уже стоит без дверей что-то построят повыше да правильно чё людей много в москве тем жить строить будущее надо эти пятиэтажки они устарели все погнал собираться и приступаем к работе хорошего дня такой подъездик вот он этот дом под реновацию похода все там кабинете в какой-то совет дома такая погнал так я подержу отдел мастерку грязную штаны уже на тряпки пустил как есть такая квартирка зашел типа захожу вам покажу это сказал не будем трогать такие два окошка здесь два окошка еще комната на окошко окна странный пик начал делать смотрите открываю горизонтально окно открывается на проветривание как-то начали делать что все через жопу вот это поворот он все надует смотрите полосы пыли первое делает фурнитуру через жопу скажем так вот они вкрутили винт чтоб она в бок не открывал вверх ручку поставим а чтобы поставить надо болт выбрать тогда нам бог откроется привет боёбы так а вот следующая книжка как обычно работать закрыта горизонтально в бок открывается вертикально вверх все как положено короче поставили фурнитуру какая была куда какую хозяин закрыл здесь изолента чтоб меньше свистела мы это все убираем клапана выкидываем здесь как обычно вот куска нет уплотнителя это все старое убираем здесь фрезеруем это тоже убираем вот эти пластиковые углы все фрезеруем ставим сквозным контуром и все будет четко прижиматься работать ну и плюс настроем отрегулирую смазу вот поснимал уплотнители старые одно окно профрезерова вот эти моменты надо в сверлом профрезеровать и здесь вот так должно быть а было вот так видите вот этот момент и тогда сплошным контуром на раме и на створке это убирается немножечко почищаем не знаю каждом видео это показываю ночью делать такие заказы все про фрезеровали и будем ставить уплотнитель сейчас Так, уплотнитель заменем, покажу, вот он теперь стоит сплошным контуром, мягкий, толстый, хороший, пропускать не будет, теперь нигде, прожимается все конкретно. Следующим этапом, что сделать, вот эти все щели, ничего не проклинило, окно герметично стало, теперь будет дуть с этих всех щелей, там даже видно, я нажимаю, отходит. Ну, короче, будет пропускать воздух, проходить прям, будет свистеть оттуда, надо все замазать, сейчас почищу, я замажу, вот здесь тоже, видите, отошло, окно болтается, от штукатурки отходит, это все нужно замазать силиконовым герметиком, чтобы оно, когда болталось, не отходило, штукатурка обкололась и все. Так, ну все, окошко полностью готово, вырезки подкладывал, замазал, щели все подмазал, по кругу, по низу сделал не герметиком, а жидким пластиком, чтобы когда вытирать буль, он не скатывался. Все, едем, то же самое, еще две комнаты, фокусировка, как обычно у меня, вот такая вот красота. Так, это комната тоже. Все готово, везде герметиком сделал, по кругу, комплотнитель также новенький, мягенький, мягонький, как моя бабушка говорила, вот она, все отрегулировано, смазано, переходим в следующую, завершающую комнату. Вот еще два окошка, полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поплотнитель заменил, клапана вентиляционные поубирал, загерметизировал по кругу, все швы. Следующее окошко, все то же самое, только плюс еще поставил в москитные сетки, правильно закрепил. Было у нас, были здесь крючки, вот тут стояли, они за уплотнитель вот так цеплялись и прижимали его. Это неправильно, поставил снаружи, теперь сеточку можно и снять легко и поставить. Здесь тоже ручки заменил, только без замка, обычный ротовский с логотипом. Все, осталось окна оттереть космофеном, будет все отлично, тоже по кругу герметизация. И третье окошко, все то же самое, вот оно. Здесь сетка была нормально закреплена, вот открыли. Да, вот это через жопу механизм, это, конечно, жесть. Вверх, это вбок, вбок, это вверх. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Здесь сетка нормальная была, герметизация, уплотнитель. Ну все, человека дуть теперь не будет, будет тихо и пыль залетать не будет. Вот такой вид. А я помчал домой. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто смотрит. До свидания.